Всем привет, с вами Миша и вы на канале CryptoDealers. Я знаю, что у нас на канале есть 100-500 фанатов платформы NEM. Друзья, именно для вас хочу напомнить важные даты. 15 сентября – открытие опт-ин подписки, замораживание кода и запуск тестнера. С 3 по 16 декабря – снапшот сети. 17 декабря – лаунж основной сети Symbol. Все наши постоянные зрители уже в этом году сделали на NEM'чике X3. И, конечно, мы верим, что до конца года мы сможем сделать еще парочку иксов. Пишите в комментариях, сколько вы планируете поднять на NEM'е в этом году. Идем дальше. На этой неделе я прочла статью наших коллег из независимой газеты, посвященную регуляции криптовалют в Белокаменной. Выводы неутешительные. Лозунги о цифровом прорыве свелись в России к запрету цифровой валюты. Первым шагом был запрет на ее использование в качестве средства платежа. Вторым шагом станет введение уголовной ответственности с лишением свободы за сделки и даже, похоже, за сам майнинг. Такие новшества содержатся в предложенных Минфином поправках, которые хорошо сочетаются с запретительным настроем Центробанка. Видимо, под влиянием лунного света и обучения гипофиза ковидом подобные дискуссии о перспективах криптовалют начали разгораться во многих странах. Например, в конце минувшей недели глава банка Англии Эндрю Бейли в ходе онлайн-конференции сообщил, что ни биткоин, ни другие криптовалюты не имеют никакого отношения к деньгам, не могут использоваться в качестве платежного инструмента, и их выгода для инвестирования сомнительна. Но он указал на пользу стойблкоинов криптовалют, привязанных к обычным валютам – золоту, нефти и тому подобное. При этом банк Англии занимался ранее разработкой собственной криптовалюты. Обо всем об этом мы подробно расскажем в сегодняшнем выпуске. Ну а если вы впервые у нас на канале и хотите в будущем получать оперативные новости рынка криптовалют, рекомендую вам прямо сейчас подписаться на наш канал. А теперь предлагаю перейти к просмотру нашего традиционного рекламно-информационного выпуска новостей. Погнали! Вы смотрите канал Криптодилерс. Подпишись прямо сейчас, чтобы не проспать ту зимон. Какой будет криптовалюта Казахстана и Украины? В Казахстане работают над вопросом создания цифрового тенге. В Национальном банке пояснили, что в среднесрочной перспективе в стране будет решен вопрос целесообразности введения цифровой валюты. Для этого Национальный банк проанализирует итоги пилотных проектов других стран, например, Китая и Швеции. Создание национальной цифровой валюты требует предварительного изучения, влияния на денежно-кредитную политику, выбора и тестирования технологий. Создание инфраструктуры повсеместного приема цифровой валюты, законодательного обеспечения ее использования и так далее. Заметили в ведомстве. В Нацбанке добавили, что также нужно понять применение цифровой валюты Центрального банка для розничных расчетов и для расчетов между финансовыми институтами. По информации информационного агентства ISMKZ, конкретные характеристики национальной цифровой валюты, операционная модель, технологическая платформа, зависит от цели ее выпуска и требований к ней. Технологически для выпуска розничной цифровой валюты Центрального банка рассматриваются способы на основе счета и на основе токенов предоплаченной стоимости. Национальные цифровые деньги на основе токенов могут находиться на различных электронных устройствах хранения стоимости, проще говоря, на кошельках. В ведомстве отметили, что курс цифровой валюты по отношению к тенге предполагается равноценный – один к одному. Вместе с тем некоторые зарубежные центральные банки рассматривают дополнительно вопрос начисления процентов на цифровую валюту. Цифровая валюта Центрального банка не является криптовалютой. У нее есть имитент в виде Центрального банка, то есть она обеспечена обязательствами Центрального банка, заверили в Нацбанке. В надзорном ведомстве напомнили, что в соответствии с законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий, выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов и криптовалют на территории Казахстана запрещается, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан, например, на площадке МФЦА, в соответствии с их правилами. Международный финансовый центр «Астана» играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы. Благодаря современной инфраструктуре, гибким регуляторным правилам доступной коммуникационной среде, а также прозрачному правовому режиму, МФЦА имеет хорошие возможности для привлечения технологических компаний и приобретения статуса регионального финтех-хаба. Внедрение и развитие относительно нового финтех-направления позволяет снизить стоимость традиционных финансовых услуг, способствовать расширенной интеграции с глобальными рынками и ускорить развитие местного финансового рынка. С другой стороны, в Украине Национальный банк еще с 2017 года занимается разработкой и изучением выпуска CBDC. CBDC – цифровые деньги, которые имитируются Центральным банком и которые есть законным платежным средством на территории определенной страны, работающие с использованием DLT-технологий. Иными словами, это третья – цифровая форма денег, которая может использоваться наравне с банкнотами и безналичным расчетом. И уже в начале 2020 года НБУ представил первый концепт своего проекта под названием «Е-гривна», реализация которого стала одним из пунктов стратегического развития регуляторов в сфере финтеха на 2020-2025 годы. Кроме того, НБУ уже внес в законопроект о платежных услугах PSD-2, понятия цифровых денег Национального банка Украины, эмитентом которых может быть НБУ или другое лицо по его поручению. По информации Руслана Колодяжного, СТО британской финтех-компании Wirex, в зависимости от макроэкономической ситуации каждой отдельной страны, CBDC могут выполнять абсолютно разные функции. Например, по данным Международного валютного фонда, в странах с развитой экономикой CBDC могут быть альтернативным платежным средством, а также инструментом для стимулирования конкуренции на рынке платежных услуг. В развивающихся странах цифровые валюты Центробанков могут использоваться для повышения операционной и экономической эффективности, а в странах с неразвитой финансовой системой CBDC могут стать инструментом для обеспечения финансовой инклюзии и цифровизации. По данным исследования Bank of England, использование CBDC может привести к перетоку ликвидности из банковской системы в Центробанк. Это значит, что в случае большого спроса на CBDC люди могут снимать деньги с банковских депозитов и переводить их в CBDC, поскольку такие деньги есть более безопасными, и их сохранность гарантируется Центробанком. В таком случае банки могут оказаться без достаточных средств и без возможности выдавать населению кредиты для стимулирования экономики, хоть и регулятор может использовать полученные средства для рефинансирования банковской системы. Как пишут аналитики Национального банка Украины, если у CBDC будет позитивная или отрицательная учетная ставка, цифровые деньги Центробанков могут стать эффективным инструментом монетарной политики. Как отмечают аналитики Банка Англии, немаловажную роль играют и провайдеры CBDC, поскольку финансовые компании, обладающие немалым опытом в этой сфере, могут сделать удобный платежный интерфейс для использования цифровых денег, включив функционал разработки схемы лояльности или другие финансовые продукты. По информации Лига.нет, возможность государственно-частного партнерства в разрезе эмиссии CBDC, еще в прошлом году МВФ окрестил синтетическими цифровыми валютами Центробанков – SCBDC. В этом случае выпуском CBDC и внедрением инноваций будут заниматься частные компании, а за Центральным банком остается функция регулирования и надзора над третьей формой денег. И уже в мае 2020 года платежный гигант Visa подал патентную заявку на цифровую фиатную валюту. По своей сути, это платежная инфраструктура на блокчейне для обеспечения обращения CBDC от Visa, в которой роль провайдера кредитно-денежной политики будет оставаться за Центробанком, который в том случае будет заниматься эмиссией и изъятием из оборота CBDC. Новые платежные инструменты, разрабатываемые Центробанком, могут стать новым витком для развития частных финтех-компаний и стартапов, поскольку технологические и финансовые организации могут предоставить свою платежную инфраструктуру и таким образом стать драйвером трансформации на рынке денег. Пишите в комментариях, как вы относитесь к идее выпуска цифровых денег от государственных банков ваших стран. Falcon Project готовится к штурму новых вершин. Канал CryptoDealers продолжает рассказывать о проектах, которые вносят значительный вклад в развитие всей экосистемы криптовалют нашего региона. Сегодня мы вновь хотим рассказать вам о новостях проекта Falcon. Falcon является уникальной экосистемой, объединяющей сразу два взаимодополняющих блокчейна с целью совершения быстрых и анонимных транзакций с максимальным комфортом. Недавно Falcon Project анонсировали запуск своего собственного приватного блокчейна с уникальной системой определения стоимости через токен FNT и системы фарминга этого самого токена уже в сентябре. Напоминаем, Falcon Project – это экосистема, состоящая из нескольких цепочек, объединенных единой ликвидностью и стоимостью. Переходить между токеном FNT, анонимным коином FNC и ваучерами высокой доходности собственной разработки можно путем свап-формы. Falcon объединяет блокчейн Эфириум при применении стандарта ERC-20 и блокчейн собственной разработки. На стандарте ERC-20 был разработан основной токен экосистемы FNT, а монета FNC, которая будет запущена в скором времени на блокчейне Falcon, отвечает за анонимность и конфиденциальность в сети. Комьюнити Falcon с нетерпением ждет возможность проверить приватную монету, стоимость и ликвидность которой определяется токеном FNT. Этот и еще один и фарминг DeFi компонент экосистемы Falcon будут реализованы в ближайшее время. Трейдерам на заметку, на прошедшей неделе на торговой площадке Engine была совершена рекордная сделка для ERC-1155 актива. DeFi ваучер на 50 миллионов FNT был выставлен, а потом продан за немалые 55 тысяч ENG, что составляет около 10 тысяч долларов. Это определенно рекорд для ENGINE, но лишь начало для Falcon Project, так как все ваучеры подтверждены количеством токенов, которому они соответствуют. Более того, каждый ваучер позволяет вам зарабатывать 40% прибыли в год от их номинальной стоимости. Вы все должны морально приготовиться к штурму новых вершин. За оперативными новостями Falcon Project вы можете следить в русскоязычном чате. Ссылка в описании к выпуску. Украина. Лидер глобального индекса принятия криптовалют. Украинцы являются наиболее активными пользователями криптовалют в мире. Об этом свидетельствует предварительный отчет аналитической компании ChinaLisys. В своем глобальном исследовании специалисты акцентировали внимание на массовом принятии цифровых активов обычными пользователями. По информации ForkLock методология, исследование учитывает численность населения и экономические показатели страны и включает стоимость пересылаемых цифровых активов на душу населения, остатки монет на онлайн-счетах, объем розничных и P2P транзакций на сумму менее 10 тысяч долларов, рассчитанный по паритету покупательной способности. «Мы взяли среднее геометрическое значение рейтинга для каждой из 154 стран, после чего привели оценку по нему по шкале от нуля до единицы для получения общего рейтинга», указывают исследователи. Анализ первой десятки стран показал наличие ажиотажа вокруг криптовалюты как средство вложения, хранения ценностей и обмена. Первое место в рейтинге заняла Украина. За ней следует Россия. Замыкает тройку лидеров Венесуэла. В топ-10 попали Китай, Кения, США, Южная Африка, Нигерия, Колумбия и Вьетнам. Особая активность этого сектора наблюдается в развивающихся странах. Например, жители Венесуэлы используют криптовалюту для сохранения сбережений в условиях экономической нестабильности. Популярность P2P-платформ в странах, испытывающих проблемы с доступом к традиционной финансовой системе, объясняется отсутствием посредника и нормативных ограничений при их использовании. Наибольшие потоки перемещения криптовалюты зафиксированы в Восточной Азии. Вместе с этим в России планируют заблокировать оборот криптовалют. Майнеры не смогут получать вознаграждения в биткоинах и эфирах, если будут приняты поправки к федеральному закону о цифровых финансовых активах, предложенные Минфином России и направленные на межведомственное согласование. Он подразумевает, что заниматься производством криптовалюты в России будет можно, а получать за это оплату в привычной форме – нет. Поправки вводят прямой запрет на все операции с виртуальными деньгами, кроме трех случаев, отнесенных к исключениям. За сделки с цифровой валютой вводится административная и уголовная ответственность. Граждане могут получить до 100 тысяч рублей штрафа и до 7 лет лишения свободы. Предложения Минфина запрещают получение оплаты за майнинг в криптовалюте, следует из его письма ведомствам. Сами операции по производству виртуальных денег разрешены, но они лишаются финансовой ценности, поскольку оплата обычно начисляется именно в биткоинах и эфирах. Поправки также содержат прямой запрет для физлиц и индивидуальных предпринимателей совершать любые операции с виртуальными деньгами, за исключением трех ситуаций. К ним относятся наследование, получение активов в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства. За незаконный оборот цифровых денег, а также сделки с ними и использование в качестве оплаты за товары и услуги, в России предлагается ввести административную и уголовную ответственность. Предложенный Минфином пакет можно охарактеризовать как крайне жесткий и, по сути, устанавливающий тотальный запрет на оборот криптовалюты на территории России. Мейкер со скидкой 50% от Криптоком Канал Криптодилерс продолжает рассказывать вам о новостях нашего партнера, пионера новаторских решений в области криптоплатежей платформы Криптоком. Если ты до сих пор не завел себе некостадиальный криптокошелек, то мы рекомендуем тебе обратить внимание на Криптоком. Некостадиальным можно считать криптовалютный кошелек, сохраняющий за пользователем возможность полностью контролировать ключи и свои средства. Если у вас на руках ваши личные ключи, то вы полностью владеете своими биткоинами или любыми другими альткоинами. Именно таким некостадиальным криптокошельком является мобильное приложение Криптоком. Криптоком предпочитает развивать мобильные приложения, чтобы у вас не было повода использовать настольный компьютер, если вам отлично работает на вашем телефоне. В более широком смысле команда Криптоком считает, что в криптопространстве есть огромные возможности для создания отличных мобильных приложений. Кстати, напоминаем про нашу совместную акцию. Получай бонус в 50 долларов от Криптодилерс и Криптоком. Регистрируйся по ссылке в описании, вводи промокод Криптодилерс и становись частью криптореволюции. Условия простые. Регистрируешься по ссылке в описании, проходишь QIC, пополняешь счет на 1000 CRO, в приложении стекаешь на 6 месяцев и за это получаешь 18% годовых. И все. Моментально получаешь на счет CRO в размере 50 долларов, которые можно сразу обменять или вывести. Ссылка в описании к выпуску. Промокод Криптодилерс. Итак, перейдем к главной новости от Криптоком. 22 сентября состоится распродажа криптовалюты Мейкер со скидкой в 50%. Как обычно, распродажа пройдет на площадке The Syndicate. Syndicate – это платформа по сбору средств для размещения монет или токенов наиболее перспективных криптопроектов на бирже Криптоком. Владельцы Криптоком Коин, монет CRO, участвующие в стекинге CRO на бирже, получают приоритет в распределении токенов в виде скидки. Протокол Мейкер или система DAI с разнотипным залогом Multi-Collateral DAI MCD позволяет генерировать криптовалюту DAI с использованием залоговых активов, одобренных в рамках управления Мейкер. Под управлением Мейкер понимается принятие решения о различных аспектах протокола Мейкер, причем этот процесс организован на общественной основе. Проект Мейкер Дэу был запущен в 2015 году. Над первыми фрагментами кода, архитектуры и документации работали разработчики со всего мира. В жизнь эта идея воплотилась в ноябре 2019 года. Мейкер Дэу – первый проект в блокчейне Ethereum с надежными оракулами. Многие децентрализованные приложения прибегают к оракулам Мейкер Дэу, чтобы обеспечить безопасность своих систем и без сбоев предоставлять актуальные котировки. Доверие к Мейкер Дэу и протоколу Мейкер означает, что участники системы управления Мейкер могут расширить базовые инфраструктурные услуги оракулов, чтобы те лучше отвечали запросам децентрализованных приложений. Что касается распродажи МКР со скидкой 50% на платформе Syndicate от Crypto.com, то во время периода подписки вы можете подписаться на проект токена при передаче суммы CRO, не превышающий максимально доступное значение. Максимально доступное значение МКР зависит от суммы CRO, которая находится в стекинге на бирже Crypto.com. Чем больше CRO находится в стекинге, тем на большее количество токенов проекта МКР вы сможете подписаться. Рекомендуем подробно изучить условия участия в соответствующем разделе сайта. Не упустите свой шанс максимально эффективно увеличить свой баланс криптовалют. Используйте сервисы Crypto.com и получайте криптовалюту МКР со скидкой в 50%. Все подробности по ссылке в описании к выпуску, а также в официальном телеграм-чате Crypto.com в нашем регионе. Ну и напоследок я радостно хочу анонсировать, что главное событие Украины уже близко. Несколько лет сильнейшего комьюнити в сфере блокчейн и децентрализованных технологий собираются вместе, чтобы поделиться друг с другом опытом и обменяться идеями развития отрасли. Эксперты международного уровня прилетят из разных уголков мира, чтобы выступить 18 сентября в Киеве на сцене Blockchain.ua. Blockchain.ua – это прежде всего практический контент, который основан на экспертизе и бесценном опыте лучших специалистов в своей отрасли. Преимущества самой обсуждаемой технологии – вопросы предпринимательства и ведения бизнеса в сфере блокчейн, актуальные тенденции, инновационные подходы, вопросы регулирования, блокчейн – все это и многое другое вы сможете услышать от экспертов с огромным практическим опытом в индустрии. В обновленном антивирусном формате есть доступ к трансляции конференции и запись для тех, кто на самоизоляции. Чего ждать от конференции? Ярких эмоций, новых знакомств и, как всегда, самого качественного контента из блокчейн-индустрии. Все подробности по ссылке в описании выпуска. А на этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. И да пребудет с вами блокчейн! С вами была Миша. Всем пока!